мы с вами изучали простые механизмы и сегодня продолжим разговор на эту тему и один из вопросов которые мы рассматривали это сравнивание точнее сравнение работы которую мы производим для того чтобы привести в действие простой механизм вот например это не такой уж простой здесь и подвижный блок и неподвижный работают вместе чтобы поднять эту гирю я совершаю какую-то работу и сам механизм прикладывает к этой гири некоторую силу и когда эта гиря поднимается эта сила тоже совершает работу и мы с вами выяснили что если механизм состоит из невесомых деталей и если в механизме отсутствует трение то какая работа совершается нами над приведением в действие простого механизма такая же работа совершается этим механизмом над теми телами для перемещения которых он предназначен в нашем случае это для того чтобы поднять эту гирю или в таком случае работает золотое правило механики которая состоит в том что во сколько раз мы выигрываем силе во столько раз мы проигрываем в расстоянии в перемещении сегодня мы с вами поговорим о реальных механизмах в которых присутствуют и сила трения и детали которых обладают массой а значит и весом и тема сегодняшнего урока будет звучать так коэффициент полезного действия механизма тема коэффициент полезного действия домашнее задание на пятницу пятницу на с вами последний урок в этом учебном году конспект по перышкину параграф 61 по кирику для седьмого класса решить задачи с номерами номер 4 и 6 и 6 достаточного уровня и номера 1 2 3 высокого уровня на странице 90 на странице 90 записали ну а теперь давайте еще раз обратим внимание на то что если механизм идеальный то работы по приведению в действие этого механизма и работа совершаемая самим механизмом будут одинаковыми и так идеальный механизм в скобочках детали невесомы трения нет для идеального механизма две работы которые я сейчас обозначу а полезная обозначим ее ап равняется а затраченная обозначим буквой з и теперь расшифруем что это за работы а затраченная это работа по приведению простого механизма в действие вот это та работа которую я сейчас совершаю прикладывая к этому канатику силу и перемещая этот канатик это работа по приведению механизма в действие это работа по приведению механизма в действие эту работу принято называть полная или затраченная я буду пользоваться термином затраченная для краткости слово полная тоже подходит в учебниках вы его тоже встретите но оно неудобно тем что сокращение в таком случае будет и здесь с буквой п и здесь с буквой п а так у меня за это означает затраченная а вот это это работа выполненная самим механизмом мы ее будем называть полезная работа мы ее будем называть полезная работа и вот если в механизме отсутствует трение и он изготовлен из невесомых деталей то эти две работы будут одинаковыми это в идеальном механизме но мы живем в реальном мире и поэтому давайте опустимся с неба на землю и поговорим о том как будут вести себя реальные механизмы реальный механизм скобочках детали имеют вес присутствует трение ну а теперь давайте сравним вот эти две работы чтобы было понятнее я сделаю вот что смотрите я сниму эту гирю вообще скажите пожалуйста для того чтобы привести в действие этот механизм мне приходится совершать работу да значит затраченная работа есть но ведь он ничего не делает он не поднимает гирю значит чему равна полезная работа нулю вот и получается что в реальных механизмах затраченная работа оказывается больше полезной то есть мы можем написать а полезная меньше а затраченная а теперь давайте обсудим вот такой вопрос представьте себе что я поднимаю эту гирю например на на 5 сантиметров я совершаю какую-то работу и механизм совершает какую-то работу по подъему гири а теперь допустим я совершу в два раза большую работу поднимая гирю не на 5 она 10 сантиметров скажите пожалуйста затраченная работа стала больше во сколько раз в два раза а полезная тоже в два раза потому что гиря той же самой силой была перемещена на вдвое большее расстояние значит если я увеличу полез и увеличу затраченную работу в какое-то число раз то в такое же число раз увеличится и полезная работа а раз так то вот такое отношение а полезное делить на а затраченное останется тем же самым то есть если я увеличу затраченную работу вдвое то и полезное увеличится вдвое но это отношение будет поскольку полезная работа всегда меньше затраченной меньше единицы от чего зависит это отношение если бы механизм был идеальный оно равнялось бы единице но поскольку механизм реальный в нем присутствует трение детали массивные то это отношение меньше единицы наверное вот это отношение является характеристикой самого механизма его так сказать качества поэтому это отношение является очень важным для того чтобы описать механизмы ему присвоили название коэффициент полезного действия механизма КПД сокращенно кроме того для обозначения коэффициента полезного действия используется греческая буква которая выглядит вот так эта буква греческого алфавита называется это эта буква называется это вот эта формула в которую входит эта буква которая называется это представляет собой определение коэффициента полезного действия КПД механизма сразу добавлю часто здесь можно встретить еще дополнение умножить на сто процентов но профессиональные физики не пользуются процентами поэтому поскольку вы класс физический я не пишу это но в учебнике вы можете встретить а полезное делить на а затраченное умножить на сто процентов это правильно но мы этим будем пользоваться только когда записываем ответ если нужно рассчитать коэффициент полезного действия и у нас получилось например 0,8 мы можем написать коэффициент полезного действия равен 80 процентов итак определение коэффициентом коэффициентом полезного действия коэффициент коэффициент к коэффициентом коэффициент полезного действия коэффициент полезного действия механизма всегда меньше единицы. Представьте себе, что было бы наоборот. Представьте себе, что коэффициент полезного действия механизма был бы больше единицы. Что было бы тогда, как вы думаете? Что Саша думает? Я думаю, что тогда получается, если при использовании механизма, можно было бы затрачивать работу по проведению механизмов действия меньше, чем по работе направления на землю. Отлично, да. И вот, например, представьте себе, у вас есть такой волшебный механизм. Вы совершаете над ним работу 1 джоуль, а он совершает работу 2 джоуля. Теперь давайте еще один механизм приспособим, такой же, который над ним уже совершается работа 1 джоуль, нет, уже 2 джоуля, а он совершает работу в 2 раза больше, допустим, 4 джоуля. Давайте этот механизм соединим с началом первого. Выход этого механизма соединим с началом первого. И получится, он сам себя будет раскручивать. Получится устройство, которое как называется? Вечный двигатель. Еще в 19 веке французская академия наук отказалась принимать проекты вечных двигателей, потому что это противоречит одному из фундаментальных законов природы, с которым мы познакомимся на следующем уроке, и который называется закон сохранения энергии. Так вот, коэффициент полезного действия всегда меньше единицы. Отметим это себе. Это меньше единицы. Такова суровая действительность. Но, естественно, конструкторы механизмов стараются приблизить эту величину к единице как можно ближе. Вот фактически то, что касается теоретического раздела сегодняшнего урока. А теперь посмотрим, как это работает на примере различных задач. Начнем с задачи 25.10 из задачника не нашего. Номер 25.10 не наш. Давайте выведем эту задачу на экран. Рычаг имеет плечи, длины которых отличаются в 4 раза. Для подъема груза массой 90 кг к длинному плечу прикладывают вертикальную силу 250 ньютонов. Определите КПД рычага. Давайте сделаем рисунок. Слева оставьте место для краткого условия. Вот рычаг. К длинному плечу рычага прикладывают силу, которая по условию задачи равняется 250 ньютонов. Обозначим эту силу F1. F1 равняется 250 ньютонов. Далее. Рычаг имеет плечи, длины которых отличаются в 4 раза. Давайте обозначим это так. Вот это плечо у нас будет L1. L1 равняется 4А. А L2 равняется А. Вот. В 4 раза отличаются эти плечи. Теперь. Груз имеет массу 90 кг. Вот сюда подвешен груз. Его масса M 90 кг. M равняется 90 кг. Нужно найти коэффициент полезного действия этого рычага. Давайте начнем с того, что представим себе, что эта сила переместила левый конец рычага на некоторое расстояние. Давайте покажем новое положение рычага. Вот так. И расстояние, которое прошла точка приложения силы, F1, обозначим H1. Но при этом груз поднялся на какую-то высоту, которую мы обозначим H2. вот груз поднялся на какую-то высоту H2. Теперь воспользуемся вот этой формулой. Давайте я ее еще раз выпишу. Это равняется A полезное делить на A затраченное. И освобожу себе место. Давайте попробуем найти A полезное и A затраченное, предполагая, что мы знаем величины H1 и H2. Чему равняется тогда A полезное? Полезная работа. Какая сила приложена к этому грузу? Сила, равная его весу. Тогда давайте я покажу вес. Вот. Это будет P. И сила, приложенная к грузу со стороны рычага, равна весу, только направлено в противоположную сторону. Тогда работа этой силы, поскольку вес равен у нас Mg, будет равняться Mg. В сторонке мы напишем P равняется Mg, умножить на расстояние, пройденное телом в направлении действия силы на H2. H2. Мы считаем, что H2 небольшое. Поэтому то, что на самом деле конец рычага движется по дуге, а не по прямой, значения не имеет. Теперь, чему равняется затраченная работа? Сила F1, приложенная к концу рычага, переместила конец рычага на расстояние H1. Значит, работа этой силы равняется чему? F1 умножить на H1. А теперь давайте подставим эти две величины в форму для коэффициента полезного действия. У нас получится это равняется А полезное. Дробную черту пишем против знака равенства. MgH2 делить на F1H1. Полезная работа в числителе, затраченная в знаменателе. А теперь давайте посмотрим на этот рисунок и скажем, чему равно отношение H2 к H1. Пожалуйста, Артем. Как они равняются как L1 делить на L2? H2 делить на L1. На H1. Значит, L1 делить на L2. Что у нас больше? H2 или H1? H1. Что у нас больше? L1 или L2? L1. Во сколько раз L1 больше, чем L2? Во столько раз H1 больше, чем H2? Следовательно, мы можем записать H2 во столько раз меньше, чем H1? Во сколько раз L2 меньше, чем L1? И подставить это сюда. Вместо отношения расстояния подставить отношения плечей. Тогда у нас получится это равняется дробная черта Mg. Теперь H2 мы заменяем на L2. А в знаменателе F1 умножить на вместо H1 пишем L1. Вот наша рабочая формула. Подставляем сюда числа. Это равняется дробь. Масса 90 кг. G берем десяточку. 10 ньютонов на килограмм. L2 у нас равна просто А. Так и пишем А. Теперь в знаменателе F1 250 ньютонов. И наше L1 будет равно 4А. 4А. А сокращается. Ньютоны сокращаются. Килограммы сокращаются. И получается в числителе 900 просто число. А в знаменателе 250 умножить на 4. 1000. Если это поделить, будет 0,9. И теперь мы вот это значение можем выразить уже в процентах. Равняется 90%. Равняется 90%. Задача решена. Осталось сформулировать ответ. Определите КПД рычага. Ответ. КПД рычага равен 90%. Ответ. КПД рычага равен 90%. Следующая задача. Номер 2512. Выводим ее на экран. Задача о наклонной плоскости. Номер 2512. Не нашив. По наклонной плоскости тележку массой 120 килограмм прикладывая силу 500 ньютонов подняли на высоту 1,5 метра. Определите КПД наклонной плоскости. Длина плоскости 4,8 метра. Рисуем рисунок. Слева оставляем место для краткого условия. Вот наклонная плоскость. Вот ее основание. А вот ее высота. Что о ней известно? Известно, что она имеет длину 4,8 метра. Длину мы обозначим буквой L и покажем ее на рисунке. L. Высота наклонной плоскости дана по условию задачи равна 1,5 метрам. Обозначим высоту H 1,5 метра и покажем ее на рисунке. Вот H. по этой наклонной плоскости вкатывают тележку массой 120 килограмм. Масса тележки обозначим 120 килограмм. И нарисуем эту тележку. Вот она. У нее есть масса M. При этом к тележке прикладываем силу 500 ньютонов. Силу обозначим буквой F 500 ньютонов. Покажем эту силу на рисунке. F. Нужно определить коэффициент полезного действия этой наклонной плоскости. это если в задаче фигурирует КПД, значит, начинаем с формулы для КПД. Коэффициент полезного действия равен отношению полезной работы а полезная к затраченной а затраченная. А теперь самое главное. Ребята, нам КПД встретится еще много раз и в механике, и в тепловых явлениях, и в электрических эта величина используется. И оказывается, чтобы правильно решить задачу, в первую очередь надо понимать, что является полезной работой, а что затраченной. Ради чего затеяли вот этот подъем? Ради чего затеяли приспособление наклонной плоскости? Чтобы легче что? Поднимать. Вот это главное. Наклонная плоскость используется для того, чтобы поднимать. А теперь, смотрите, тело находилось внизу, оказалось вверху. На какую высоту мы подняли тело? На высоту H. Какую работу пришлось бы нам совершить, если бы мы не пользовались наклонной плоскости? Пожалуйста. МЖ на H. А полезная равняется МЖ на H. Почему так? А представьте себе, что вы тележку, вместо того, чтобы воспользоваться наклонной плоскостью, вот из этого положения, подняли вот в это положение. Вы ее подняли на высоту H. При этом вам пришлось прикладывать силу, равную весу тележки. Поскольку мы поднимали, мы считаем равномерно, то вес тележки равен силе тяжести, то есть МЖ, и мы подняли тележку вот на это расстояние H. Ну а затраченная работа это та работа, которую нам пришлось совершить, чтобы эту тележку вкатить по наклонной плоскости. Мы прикладываем силу F, тележка перемещается на расстояние L, значит затраченная работа равняется F умноженное на L. Все, остается подставить эти две работы в эту формулу. У нас получится коэффициент полезного действия равен МЖH делить на FL. Готово. Подставляем числа. Это равняется дробная черта масса 120 кг, ускорение свободного падения 10 ньютонов на килограмм, высота полтора метра, и в знаменатель пишем сила, которую пришлось прикладывать 500 ньютонов, расстояние, на которое переместили тележку, равна длине наклонной плоскости, значит 4,8 метра. Смотрим единицы. Метры сократятся, ньютоны сократятся, килограммы сократятся, получится безразмерная величина. Хорошо. Сколько же это будет? Ну смотрите, эту десятку можно с этим нолем сократить. Теперь получается здесь 120 умножить на полтора. Или можно так сделать. Давайте 120 и 4,8. Хорошо делятся друг на друга. Смотрите, здесь можно считать, что тут, если бы тут было 480, да, то 120 на 480 была бы одна четвертая. Но поскольку здесь в 100 раз меньше, значит 120 на 4,8 будет сколько? 40. 40. Значит здесь будет 40. Да. Можно сократить 0, 120 и 50. А, ну давай, молодец. Так, 50 и 120. Хорошо. Тогда получится сверху 18, а снизу 24. 18 делить на 24. Спасибо за светлую мысль. Так, 18 на 24 можно сократить. И сколько будет? 2,75. Сколько? 0,75. 0,75. Или выражаем это в процентах. 0,75. 0,75. Не, ну если бы было 0,75, это было бы очень мало. Ты, наверное, где-то десяточку потерял. Здесь пятерка, а не 50. Ну, это будет 75%. Нет, коэффициент полезного действия обычно больше половинки. ну, конечно, меньше единицы. А если у тебя тысячные получились, что-то это совсем мало. Итак, КПД получился 75%. Формулируем ответ. Ответ. КПД наклонной плоскости равен 75%. Процентом КПД наклонной плоскости равен 75%. И последняя на сегодня задача уже из серии высокого уровня 25-16. Третий уровень сложности 25-16. Пишем номер задачи. Итак, при погрузке стального сейфа массой 450 кг в кузов автомобиля с помощью подвижного блока КПД составлял 90%. С какой силой рабочие тянули свободный конец веревки. При погрузке стального сейфа массой 450 кг в кузов автомобиля с помощью подвижного блока ПД составлял это равняется сразу пишем не проценты а доли 0,9 В условии задачи не пишите проценты нам нужно ответить на вопрос с какой силой рабочие тянули свободный конец веревки обозначим эту силу буквой F чтобы разобраться что к чему сделаем рисунок подвижный блок подвижный к этому подвижному блоку приспособили какую-то площадку и вот сейф понятно что это все рисунок схематически на самом деле сейф наверное больше по размерам чем блок но для решения задачи нам так удобнее блок подвижный значит вот этот конец веревки закреплен а этот конец веревки рабочие тянут рабочие тянут теперь сила которую они прикладывают у нас будет F эту силу нужно найти что еще известно известно масса этого сейфа следовательно мы знаем с какой силой этот сейф действует на подвижный блок эту силу мы обозначим буквой P вес P и поскольку мы сейф поднимаем медленно не разгоняем его то вес можно считать равным силе тяжести и записать P равняется M G масса дана по условию задачи а теперь смотрите как такие задачи решают надо представить себе что мы немножечко переместили этот сейф он был допустим здесь а чуть-чуть поднялся в результате ну давайте так пусть это будет конечное положение а находился в начале он вот в этом положении вот в этом мы его подняли на вот эту высоту которую мы обозначим например H2 но для того чтобы поднять сам блок нам нужно вытянуть немножечко эту веревку и для этого веревку пришлось вытянуть на расстояние которое мы обозначим вот H1 H1 а теперь давайте рассчитаем работы которые нужно совершить по подъему сейфа и по приведению подвижного блока в действие что здесь полезная работа это работа по подъему сейфа значит А полезная равняется М Ж H2 а чему равняется затраченная работа А затраченная равняется F силе которую мы прикладываем умножить на H1 сделаем вид что мы знаем что нам нужно найти КПД что мы знаем эти величины тогда коэффициент полезного действия равняется полезной работе делить на затраченную работу обратите внимание мы особенно не обсуждаем что дано и что нужно найти сделаем вид что нам надо найти КПД почему потому что эта формула нам хорошо знакома мы на самом деле сейчас решаем с вами большое количество задач любое из этих значений может считаться неизвестным а остальные будут известны значит мы сейчас установим связь величинами а потом будем рассматривать это уравнение и решать его уже относительно того что тут стоит под чертой и так подставляем это равняется А полезное М Ж H2 делить на А затраченное на Ф H1 и последнее помните мы с вами говорили что подвижный блок дает выигрыш в силе в два раза правда если это невесомый блок и в случае если работает золотое правило механики то во сколько раз подвижный блок дает выигрыш в силе во столько же раз мы проигрываем в расстоянии значит если бы блок был идеальным он бы давал выигрыш в силе в два раза а проигрыш в расстоянии в два раза. А теперь внимание. Как вы думаете, если блок реальный, весомый, тут скрипит ржавая ось, изменится ли от этого проигрыш в расстояниях? Нет. Вот это очень важный момент. Проигрыш в расстояниях определяется только геометрией механизма. Ведь независимо от того, есть тут трение или нет, массивный этот блок или невесомый, вот это плечо, а это же плечо силы F, будет всегда равно диаметру блока, а плечо силы P всегда равно радиусу. Диаметр всегда больше, чем радиус в два раза. Значит, будем этим всегда пользоваться. Независимо от того, есть трение или нет, тяжелые детали или легкие, выигрыш, проигрыш в расстоянии всегда один и тот же. Он от этого не зависит. Он определяется геометрией. Поэтому мы можем написать H2 делить на H1. У нас тут такое отношение. Чему равняется? Что больше, H2 или H1? H1 больше. Во сколько раз? В два раза, значит, равняется одна вторая. И теперь мы здесь это отношение H2 на H1 заменяем на одну вторую. У нас получается это равняется Mg. Вместо H2 пишем единицу, то есть ничего не пишем. А вместо H1 пишем двойку. F умножить на два. Ну, принято сначала писать число 2, а потом силу. Есть. Вот теперь, когда мы установили связи между величинами, можно отсюда выразить силу F. Это уже алгебра. Итак, отсюда F равняется. Дробная черта. Помогайте. что в числителе? Мg. Умница. Что в знаменателе? 2 умножить на это. 2 это. Готово. Остается подставить числа. Сила F равняется. Масса 450 килограмм умножить на G 10 ньютонов на килограмм умножить на 2 и умножить на 0,9. Что у нас получится? 4500 пополам. Ну, у меня нет калькулятора, посчитайте. 2500. 2500. 2500 ньютонов. 2500 ньютонов. Остается сформулировать ответ. Читаем вопрос. С какой силой рабочие тянули свободный конец веревки? Ответ. Рабочие тянули веревку, можно так, для краткости, с силой 2500 ньютонов. Рабочие тянули веревку с силой 2500 ньютонов. Записали? А теперь вопрос на засыпку. С какой силой тянули бы рабочую веревку, если бы блок был идеальным? Пожалуйста. С силой 2250. Как вы определили, ребята? МЖ делить на 2. Потому что здесь выигрыш в силе был бы в два раза. А так он меньше, поэтому пришлось прикладывать не 2250, а 2500 ньютонов. Урок окончен. Отдыхаем.